Добрый день, друзья! На связи Алексей. Две новости. Первая новость. Розыгрыш на монету гривна 1995 года прошел успешно. Победитель получил монету. Таким он нашелся, отписался. Я отправил монету. И вот можем посмотреть, как, собственно, я ее отправлял. И как он ее получил. Так, у нас обнаружился победитель, который победил. И получает вот такую вот гривну 1995 года. Вот так она выглядит. И так как сейчас у нас праздники, я отправляю вот такую вот еще 10-гривневую монетку человеку в подарок. Я очень рад, что конкурсы на моем канале проводятся. И люди все-таки получают, связываются со мной. Я с радостью буду проводить подобные конкурсы в дальнейшем. Так что участвуйте. У Телеграм. У нас есть общий чат, в котором можно общаться, переписываться, задавать вопросы по монетам, показывать свои коллекции. Я периодически туда забрасываю видео, которые выпускаю. Очень полезно. Я приглашаю всех присоединиться. Касательно блокировок Телеграма в России или где-либо в других странах. Вообще я выступаю против. Я считаю, это неправильно, когда какие-то социальные сети или еще что-то блокируют. Мне кажется, что скоро и YouTube начнут блокировать у наших соседей. Конечно, у меня аудитории оттуда совсем мало. В основном смотрят мой канал из Украины, Польши и соседних стран более западных. Немножко из Канады после последнего выпуска. Но, друзья, все-таки блокировка это, я считаю, не очень хорошо. Напишите в свое мнение, как вы думаете, какая судьба Телеграма будет в Украине. Интересно услышать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И добавляйте в наш чат, присылайте свои коллекции, свои монеты. Буду рад с вами познакомиться и пообщаться в общем нашем чате. Продолжение следует...